Эффективность работы правительства Яценюка Это та же самая идеология, что была в начале независимости Украины, а именно всю госсобственность продать, всем найти и когда эту госсобственность продадут, туда вдруг сам по себе придет эффективный собственник. Это чисто неправда. Вся экономическая история Украины доказала, что этот лозунг совершенно ложный. Дело не в том, кому принадлежит эта собственность. Считалось, что собственник, если у какого-то субъекта есть какая-то собственность, он никогда не будет действовать себе во вред. Неправда. Собственник реально может действовать себе во вред. И более того, он еще может действовать во вред государству. И вот это как раз правительство Яценюка не понимает. Это оно работает исключительно на том, что нужно продать все до копейки, эти деньги куда-то там засунуть и будет собственно процветание страны. Да неправда. Ну вот у меня есть квартира, мне сложно. Я ее продаю. Дальше что? Поэтому это все говорит о том, что никаких реформ не было и не будет. Самая основная реформа должна касаться в первую очередь, чтобы люди, которые работали, они получали зарплату за свою работу. То есть они получали бы вознаграждение за работу, а не за надувание мыльных пузырей. Когда деньги идут не в реальную промышленность, а в банковский сектор, и считается, что банковский сектор будет решать, кто работает, кто нет, и они там в банковском секторе не идут в реальную промышленность, а идут на спекуляции, идут, фактически вымываются обратно оттуда, откуда пришли, а вся страна должна платить за это, то это говорит, что это не реформы, это чистое жульничество, чем собственно и занимается. И дело в том, что этим жульничеством, таких жульников на Украине много, и это выдается, вот подобная распродажа как бы за кормов родины выдается за реформы. Это не реформы. Реформы это экономический подъем. Мы видим экономического подъема нет, ну значит никаких реформы нет. Продолжение следует...